Стражи Галактики При этом им удается найти общий язык и стать настоящей семьей. Но можно ли назвать отношения в их команде здоровыми? Как они уживаются друг с другом? Давайте рассмотрим психологические портреты нескольких членов команды и попробуем ответить на эти вопросы. В этом видео мы будем рассматривать только персонажей киновселенной Марвел, не учитывая комиксы. Осторожно, в ролике будут спойлеры. Ставьте лайк, если тоже плакали над новым фильмом про Стражей. Да, нам настолько нужны ваши лайки, что мы идем на крайние меры. Ведь благодаря этому больше зрителей смогут увидеть наш ролик. А еще подписывайтесь на канал, если вам нравятся психологические разборы супергероев, и вы хотите, чтобы мы делали их чаще. Эй, может, ты меня знаешь под другим именем? Звездный лорд. Кто? Питер Квилл, или как он себя называет, Звездный лорд. Наполовину землянин, наполовину внеземное существо. Его мать, Меридит Квилл, была обычной женщиной, которая влюбилась в Целестиала, существо богоподобной расы, которое может принимать любую форму. Рождение Питера не было случайностью. Его отец Эго специально перевоплотился в мужчину и влюбил в себя земную женщину, чтобы в итоге захватить землю. Конечно, богоподобное существо не могло заниматься воспитанием ребенка. Поэтому Питера воспитывали мать и дедушка. Когда мальчику было 8 лет, у Меридит обнаружили рак. После ее смерти Питера похитили опустошители, межзвездная банда воров. И его новым опекуном стал Йонду. Вот ты почему не отдал Квилла Эго, как было уговорено? Он был тощий. Влезал, куда мы не могли. Находка для вора. Ну да. По сути, в таком раннем возрасте Питер потерял семью и остался один, без родных и близких людей. Впоследствии он признал Йонду как своего отца. Но когда он был ребенком, их отношения были сложными. Воспитание Питера заключалось в том, что его учили обращаться с оружием и грабить. Он постоянно подвергался издевкам и ненавидел место, в котором рос. Чувствовать себя там в безопасности он не мог. А это одна из главных потребностей, которые должны удовлетворять родители. Боже, 20 лет повторяешь одно и то же. Прям вот подвиг какой. Не съели они меня. В итоге всю жизнь Питер искал дом и родных людей. Он явно скучает по земле и семье, поэтому во всех приключениях слушает кассету с песнями, которая у него осталась от матери. И даже супергеройское имя Звездный Лорд, которым он себя называет, это детское прозвище, которое ему дала мать. Так как в детстве Питер не узнал настоящей привязанности к людям, он вырос довольно инфантильным. Это человек с яркими эмоциональными реакциями, который не умеет управлять своими эмоциями. Питер нередко ведет себя по-детски, наивно и обидчиво. Он требует от других слушать и выполнять его приказы, постоянно пытаясь доказать окружающим, что он прав. Складывается впечатление, будто это ребенок, запертый в теле взрослого человека. Кажется, что в раннем возрасте, лишившись дома, Питер должен был резко повзрослеть и стать зрелой и независимой личностью. Но люди, попавшие в подобную ситуацию, или испытавшие эмоциональное отвержение от значимых взрослых, часто застревают в позиции ребенка, стараясь компенсировать нехватку родительской любви уже в зрелом возрасте. Так и произошло с Питером. Он стал крайне доверчивым, из-за чего не раз обжигался. Но в конце концов, он создал не просто команду межгалактических грабителей, а настоящую семью взамен той, которой у него никогда не было. Но почему разные существа собираются вокруг него? Все дело в том, что они травмированы не меньше самого Квилла. Да, стражи галактики все еще не проработали свои психологические проблемы. Зато это сможете сделать вы. Просто слушайте фоном наш курс Summary «Когнитивная психология». Избавьтесь от деструктивных установок и найдите друзей, с которыми вас будут объединять не травмы, а общие ценности. Активируйте промокод TUBE15 на сайте при оформлении подписки и получите 15 дней бесплатного доступа к этому и сотням других курсов. Промокод действует только для новых пользователей. Переходите по QR-коду или по ссылке в описании. Я солдат. Я убийца. Танцы не для меня. Правда? На моей планете бытует легенда вот про таких вот нетанцоров. Племя свободных. Гамора — приемная дочь Таноса. Она последняя представительница своей расы, потому что всех остальных убил ее опекун. В этом Гамора похожа на Питера. Она рано осталась без родителей, а затем ее приютил не самый заботливый человек, который растил ее в своих целях, чтобы использовать как оружие. Но в остальном Гамора — противоположность Питера. В ее случае ранняя утрата семьи действительно способствовала взрослению. Она стала серьезной и достаточно холодной. Она не любит эмоциональные проявления, да и сама ведет себя сдержанно. Поэтому поначалу Питер раздражал ее своей эмоциональностью, ведь для нее это слабая и уязвимая позиция. Тронешь меня и почувствуешь, как хрустит сломанная челюсть. Себе Гамора не позволяет проявлять слабость, к которой относит и эмоции. Поэтому она так тщательно скрывает свои чувства. Быть уязвимой значит дать другим управлять собой и воздействовать на свои болевые точки. Именно так рассуждают травмированные люди. Схожие жизненные ситуации по-разному повлияли на Гамору и Питера и сформировали две полярные реакции на травмирующие события. В итоге мы видим, как во взрослом возрасте два персонажа стараются каждый по-своему компенсировать недостаток любви и заботы в детстве. Один открываясь и требуя любви ото всех, другая вовсе отрицая чувства. Говорят, что противоположности притягиваются. По сути, это значит, что люди ищут в других те качества и характеристики, которых не хватает и им самим, чтобы компенсировать их. Именно так и сошлись Гамора и Питер. Ну почему нужно заставлять меня вымещать зло на траве? Ракету постоянно называют енотом, а он агрессивно с этим спорит. Даже в трогательный момент, когда погибшая возлюбленная говорит ему «мой любимый енот», он пытается возразить. Так кто же он такой? В третьей части «Стражей» мы узнали, что Ракета подвергался жестоким экспериментам над животными. Он был далек от совершенства, которое хотел создать безумный экспериментатор. И его собирались просто убить, как и многих других. Но Ракета оказался самым умным из всех подопытных. И не только. Он превзошел в уме даже ученого, который его создал. Поэтому его мозг представлял особую ценность. В итоге Ракета скрылся от высшего эволюционера, оставаясь при этом его собственностью. После этих событий прошло много времени. Мы видим, что у взрослого Ракеты есть явные проблемы с агрессией. Он любит выпить, тем самым пытаясь заглушить эмоции. Он довольно импульсивен и склонен к аффективным вспышкам. Мы не знаем обо всем, что происходило в его жизни, и не можем сказать точно, что повлияло на формирование таких черт. Но Ракета прошел через жестокие эксперименты. Ему вскрывали череп, грудную клетку, перекраивали нервную систему. Поэтому, скорее всего, его агрессивность – последствия всего этого. Вероятно, поэтому он не любил, когда его называли енотом. Ведь это животное, которое люди не считают равным себе. Этот зовет енотом? Да, вот вообще зовет грызуном! Ракета будто бы отрицал свое прошлое, в котором он был подопытным зверьком. Это один из защитных механизмов психики. Ну а в третьей части он, наконец, говорит «Меня зовут Ракета, енот Ракета». Таким образом, он как бы принимает то, что с ним случилось. Грут немногословен. В его лексиконе всего одна фраза – «Я есть грут». Хотя к концу третьей части «Стражей» он, видимо, выучил еще одно выражение. Грут – древовидное, разумное существо, чье развитие мы видели от начала и до конца. Мы застали его маленьким ростком, подростком и огромным могучим деревом. В его сюжетной линии даже можно увидеть особенности разных возрастных периодов. Видимо, в этом его раса не отличается от человеческой. Грут – сообщник ракеты. У них сложилась отличная команда, в которой два взрослых существа компенсируют несовершенство друг друга. Как и Питер с Гаморой, ракета и грут – это противоположности. Грут спокойный и рассудительный, а ракета импульсивный и эмоциональный. Они помогают друг другу держаться на плаву, но назвать их отношения здоровыми нельзя. Любой человек, енот или дерево должен быть целостной и самодостаточной личностью, которая способна справляться со всякими сложностями самостоятельно. Наши герои так не могут. Они эмоционально неустойчивы и зависимы друг от друга. Да, каждый из них, кроме, возможно, Грута, сильно травмирован в детстве. Но с травмами можно и нужно работать, чтобы их влияние на жизнь взрослого человека было минимальным. Как мы видим, наши герои уже начали двигаться в нужном направлении. Они признали свои травмы, а некоторые начали сепарацию. Так Питер, Мантис, Небула и Дракс отделились от команды. Но это не значит, что они перестали быть близкими людьми. Просто каждый из них должен найти себя и свой путь. Найдите и вы свой путь. Сделать это будет намного проще, если вы оставите в прошлом психологические проблемы. Наш курс Самари «Как решать психологические проблемы» поможет вам понять себя и избавиться от комплексов, которые мешают вам жить. Помогите не только себе, но и близким. Подарите им подписку на этот и сотни других Самари-курсов. С таким подарком невозможно ошибиться. На нашей платформе более 250 курсов на самые разные темы от психологии до моды и философии. Хотите попробовать бесплатно? Активируйте промокод TU15 на сайте в поле «Ввести промокод» и получите 15 дней бесплатного доступа. Промокод действует только для новых пользователей. Переходите по QR-коду или по ссылке в описании. Редактор субтитров А.Семкин